Америка может в одностороннем порядке вмешаться в сирийский конфликт. Точкой кипения для Вашингтона стала атака с применением химического оружия в провинции Эдлиб. Погибли около 100 человек, включая 20 детей. Факт применения отравляющего газа Зарин еще не подтвержден, равно как и неясно, кто именно стоит за атакой. На Западе уверены, что ответственность лежит на правительственной армии, о действиях которой, возможно, знал и союзник Баш-Расада Россия. В Дамаске и Москве это категорически отрицают, утверждая, что отравляющие химикаты принадлежали силам сирийской вооруженной оппозиции. Валерий Кипелос с подробностями. Совместное заседание ЕС и ООН в Брюсселе началось с минуты молчания по погибшим в сирийском Эдлибе. Точное число погибших в результате предполагаемого распыления отравляющего газа Зарина до сих пор не установлено. По данным нескольких гуманитарных организаций, погибли более 70 человек, преимущественно женщины и дети. Президент Турции, страны, которая оперативно приняла в своей клинике пострадавших, утверждает, что жертв более 100. Запад прямо и громко обвиняет в атаке правительства Башара Асада. Это варварский режим. Это уже Нью-Йорк. Экстренное заседание Совбеза ООН. Великобритания, Франция и США предлагают резолюцию, осуждающую вчерашнюю воздушную атаку и призывающую провести расследование. Представитель Соединенных Штатов, Организация Соединенных Наций, Ники Хейли, в резкой форме обвиняет в массовом убийстве Сирию, а вместе с ней и Россию, союзника Асада. Более того, Вашингтон, судя по всему, готов к одностороннему вмешательству. У Асада нет никаких причин прекращать использование химического оружия, пока Россия не прекратит защищать его режим от последствий. Хочу добавить следующее. Во времена, когда ООН последовательно оказывается не в состоянии коллективно выполнять свои обязанности, нам иногда приходится действовать самостоятельно. Угрозы про самостоятельные действия исходили из Белого дома и раньше. Барак Обама в 2012-м обещал принять решительные меры в случае использования химического оружия Асадом, но в итоге не рискнул. Нынешняя администрация обещает быть гораздо менее осторожной. Ну а Российская Федерация категорически против предложений Запада. В Кремле отвергают звучащие в адрес Дамаска обвинения и утверждают, что ИДЛИП атаковали, цитата, террористы. Так официальная Москва называет представителей сирийской вооруженной оппозиции. Ваши представители сегодня, в эти дни, понесут, уже понесли в Союз безопасности документ, который полностью сфальсифицирован, полностью основывается на фейковой информации. Просто Колин Паул и пробирка номер два. Вам же будет стыдно потом за действия ваших властей в Совете безопасности ООН. Остановите ваших представителей. И обращаюсь сейчас к западной аудитории. Согласно российской версии событий, сирийская авиация нанесла во вторник авиаудар по складу боеприпасов, в котором якобы и находились принадлежащие оппозиционным силам цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Смущает только то обстоятельство, что в этих цехах или в непосредственной близости оказались, если верить Кремлю, сотни гражданских лиц, в частности детей. Точной и полной картины событий в Идлибе сейчас нет ни у кого. Установление фактов только началось. На данный момент мы не можем подтвердить поступающие свидетельства. Ранее сегодня я слышал, что Организация по запрещению химического оружия уже приступила к расследованию. Они изучают информацию и пытаются понять, было ли использовано химическое оружие. Безусловно, любые сообщения о применении химоружия, особенно в отношении мирных жителей, чрезвычайно тревожны и возмутительны. Любое использование таких вооружений где-либо является угрозой всеобщему миру и безопасности, а также серьезным нарушением международного права. Врачи, находившиеся на месте в момент атаки и оказывавшие помощь пострадавшим, в авторстве Асада мало сомневаются. Скоро мы точно узнаем, какой газ был использован. Мы лишь ждем подтверждающих данных. Но пока главное подозрение — Назарин. Сирийская гражданская война продолжается уже более шести лет. За это время погибли, по разным оценкам, от 320 тысяч до полумиллиона человек. Не менее пяти миллионов стали беженцами, что привело к небывалому миграционному кризису и резкому росту праворадикальных настроений в Европе.